Элтону Джону удалили аппендицит, но, к сожалению, это никак не повлияло на его ориентацию. Всем привет, меня зовут Чак, и это хорошие, плохие новости. Мы начинаем. И начинаем мы с главной новости этой прошлой, и я более чем уверен, будущей недели. Бас-гитарист американской рок-группы Bloodhound Gang совершил эпик фейл. Во время выступления группы Bloodhound Gang в Одессе Эйвел Джеред Хасельхоф использовал российский триколор в качестве туалетной бумаги. После чего у наших бомбануло так, что они запретили группе выступать на фестивале Кубана, забросали их автобус тухлыми яйцами, хакеры атаковали их сайт, а бравые казаки наказали их прямо в аэропорту. Не эти казаки, другие. Ну, короче, все это еще цветочки. Самая плохая новость – это целых два уголовных дела, которые шьют Джареду. Первое – за российский флаг, и второе – за украинский, который он осквернил чуть раньше на концерте в Киеве. Воу, с такой струей Джареду самое место на тушении лесных пожаров. Но есть и хорошая новость. Если Джареда все-таки посадят, в чем я сильно лично сомневаюсь, то у нас хотя бы появится достойная замена Пусси Райт. Это хорошие и плохие новости. Мы продолжаем. Издевательство над российским флагом – зрелище, конечно, не для слабонервных. Но от зрелищ переходим к хлебу, а точнее – к мясу. А если быть совсем точным, то от хлеба с мясом. В Лондоне впервые попробовали искусственный гамбургер. И это хорошая новость. Команда ученых из Голландии целых три месяца готовила одну единственную котлету для одного единственного гамбургера. Видимо, ребят реально пробил на хавчик. В итоге два кулинарных эксперта попробовали это гастрономическое чудо из пробирки и сказали, что мясо не очень. Но жрать его все-таки можно. О, я вижу, как обрадовались вегетарианцы. Но для них у меня есть плохая новость. Стоимость этого гамбургера составила 250 тысяч евро. Так что, если вы хотите засунуть в себя что-нибудь искусственное, но похожее на мясо, то дешевле вам будет купить резиновый член. Внести флюгегехаймен. Нет, 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 я не говорю флюгегехаймен. Если бы голландские ученые курили поменьше и побольше бы смотрели новости, то они бы знали, что искусственное мясо уже не в тренде. А вот искусственный рис стал бы хорошей новостью для всех жителей концлагеря в Гальяново. С классической греческой римской литературой и историей. Еще она обожает море. Более 600 нелегальных мигрантов, преимущественно из Вьетнама, стали узниками лагеря в одном из столичных районов. Неясно, откуда взялось сразу столько вьетнамцев в Москве, но вполне возможно, что они просто являются участниками какого-то дурацкого флешмоба. Правильно, давно уже пора пересажать всех, кто танцует Гангам Стайл. Но это еще не все плохие новости для жителей импровизированного Вьетнама. По слухам, московские власти вызвали специалиста из Америки, который должен быстро решить все проблемы нелегальных иммигрантов. Как говорится, куй железа, пока суинь квань чо. А на этом сегодня все. Это были хорошие и плохие новости. С вами был Чак. Увидимся на следующей неделе. Как хорошо, что я не вьетнамец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова